Ну все нормально, да? Все получается? Все нормально, все хорошо, все отлично. Все хорошо, кто покажет класс, как сабы забывать? Давайте, а я посмотрю. Для хайкистов искусственный лед – это в первую очередь возможность тренироваться круглый год, а также не зависеть от зимней погоды, от метели и оттепелей, влияющих как на качество льда, так и на график тренировок. Натуральный лед, он зависит от температуры, то есть если перепады температуры, соответственно и качество льда. Чем температура выше, тем мягче лед, чем температура ниже, тем он хрупче становится. А здесь поддерживается стабильная температура на льду, поэтому он накатистый получается, можно кататься в свое удовольствие, что называется. Закончил строительный этап, сейчас идут пусконаладочные работы, оборудование. Проверяем в тестовом режиме, как работает лед, как работает холодильная установка, как работает специальная машина. Для этого пригласили, конечно, профессионалов, наших ребятишек из детско-юношко-спортивной школы. Они в таком тренировочном, в тестовом режиме сегодня смотрят от раздевалки до льда, до шайбы, до клюшек, до ворот. Очень хочется не ударить лицом в грязь, когда мы официально скажем, что пригласим всех наших жителей района и гостей, что мы открылись. Поэтому проводим, еще раз говорю, проводим пусконаладочные работы в тестовом режиме. До официального открытия ледового дворца сергиево-посадские хоккеисты даже проведут между собой небольшой турнир. Мы были, наверное, единственным видом спорта, который непосредственно своим видом спорта занимался два месяца в году. Сейчас у нас появилась такая возможность, будем заниматься прогулами. Открытия ледового дворца ждут с нетерпением и спортсмены, и жители города. Ждать осталось уже совсем немного.